Баркошки сидят в таких вот вагончиках, есть да? А это видать сидит и смотрит на эту сеть. Вот он обещал по мне стрелять. Твоя сеть? Нет? Ну хорошо. Это какая уже по счету я уже сбился? Пятая? Без камеры общаться не будем. Ну и мы не на молдавской стороне, река общая. С кирпичами, с бутылками. Ты же общественником, да? Ну да. Но обязательно надо будет расписаться в этом самом банке? Конечно, без проблем. Зачем их распутывать? А как их сдавать? Ну не, ну я имею ввиду, что они должны быть прямо распутаны вообще. Ну конечно. Чего? Меленько распутаны. Ну а как? Сейчас на склад нас не примет. Вот вообще. Сети должны быть набраны. Вот там вот есть одна с биркой. С биркой? Да. А что вы ее выбирали? Потому что она перекрыла полностью весь Днестр. Ребята, мы не имели права ее играть. Да? От берега до берега. Что это? Там бирка какая-то. А так там вот левая бирка? Может быть. Вот как бы разобраться. Что там за бирка? Ну да бирка. Потом прием в управление. Мы ее пока отложим в сторонку. В человеческую службу. Они выдавали кибирку. У них там есть нумерация. И все, они уже разберутся. Там девушки сюда. Ну хорошо. А это уже готовые палки для сеток или что? Это же сети ставили? Я так понимаю. Поснимали, наверное, те. Наверное, снимали сети. Вместе с палками поснимали. Потому что эта лодка, она недвижимая. Мотора нет. Но палки видно, что для сеток. Нет. Не споришь? Может для винтерей, может для сеток. Олег, сколько, сейчас говори, штук их? Сейчас запишем. Да я знаю, что до конца не дошло. Куча кирпичей. Даже можно строиться. Мешок сетей. И одна сеть промысловиков. На которой была бирка. Сейчас уточняется, кто хозяин этой сети. Будет вызываться, вставляться протокол. Добрый день. Это наш? Да-да-да. Протокольчик? Так мы же подписываем. Я же подписываю. Не-не-не, это тот, на той сети, что на причале были. А, это те, которые на причале? Да. А сколько их там было? До хрена. Это обязательно. Перемеряли. Раздаем на склад. Отлично. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. А наши сети, которые мы? В том мешке? Да. А та, которая промысловая? Вот эта, да? Здесь? Да. Олег, подскажите, на промысловая составлены протокол? А почему? Ну, он не опознал свою сеть. Не опознал? Ну, как это, если номер стоит? Эти бирки были украдены. Бирки были украдены? Да. И поставлены браконьерские сети. То есть, получается, рядышком стояла сеть тоже, наверное, браконьерская. Так понимаю? Которую надо было снять, да? А? Наверное. Куда сейчас надо? А кто же знает? Ну, вот кто знает. Господь Бог. Управлением выделенной, допустим, на предприятие, 300 бирок для установки оруделов. Так. Они их не используют все 300. Даже тот рыбак, ему по дозволу выдали, блин, там, 10 сетей. Так. А он использует, бывает, там, 2, 3, 5 стей. Угу. И в журнале промысловом не указывается бирка. Номер бирки указывается только в додатке, которая выделяется определенному рыбаку. То есть, он, когда идет на воду, он не смотрит. Хорошо. Главное, что она ест. Хорошо. Олег, подскажите. Так что ж теперь делать? Получается, что теперь надо каждую сеть, которая с биркой вытаскивает. Потому что неизвестно, она промысловика или браконьера. Правильно понимаю? Да, если вы начнете каждую сетку с биркой вытаскивать, вы понимаете, что это будет... Так что ж теперь делать? Я спрашиваю. Вот смотрите, здесь ситуация. Оказалось, что сеть, как оказалось, браконьерская, да? Да. С номером реальным. Сеть была украдена у промысловика. Да. И она же поставлена или другая сеть? Нет. Другая сеть поставлена под этим номером. Сеть поставлена на бирку, срезали, поставлена на эту сеть. Якобы выдать браконьерское орудилово за рыбацкой. Ну, теперь в следующий раз, вот ту, которую сеть мы оставили на воде. Да. Ее надо было снять? Ну, надо было. Я вам еще раз говорю. Хорошо, если мы сейчас начнем снимать все сети с бирками, вы понимаете, что это будет? Мы нарушим, блядь, работу всех предприятий рыбодобывающих. Значит, тогда нужно иметь оперативный учет, какие сети с какими номерами стоят сейчас там. Это первый вариант. И второй вариант. Рыбаки писали заявление, что у них украли сеть с каким-то номером, чтобы хотя бы определять, что сеть с таким номером украдено. В соответствии с постановлением такой порядок действительно есть. Ну. Он осуществляется. Так, есть такое заявление от того товарища или нет? Ну, я такой информацией не владею. Друзья, вот составляется акт выявления без хозяинного майна. Тот, что был вы... Снимайте, пожалуйста. Хорошо, ладно. Тот, который... Вот этих сеток, которые мы с вами обнаружили на посту. Вот здесь сеть, это та, которая промысловиков. Да. А вот эта сеть, те, которые мы с вами нашли. Из опыта прошлых лет я вам скажу, что даже в утилизации это затраты для государственного бюджета. Хорошо, облил бензинами поджег. Что? Бензин купить. Экология. Я вам привезу бензин. Хорошо, хотя бы просто... Мы не имеем права делать. Хорошо, хотя бы просто порезать их. Просто порезать, да, и вот утили баками. Все. Так все же, что будет с сетями в дальнейшем? Те, которые мы сдали, и те, которые мы нашли, и те, которые у вас сберегаются на складе. Вот что с ними дальше будет? Все эти сети сейчас находятся на ответственном хранении. И по решению комиссии, которая у нас заседает раз в квартал, они будут все уничтожены. Мы вас пригласим в обязательном порядке поприсутствовать, когда будет проявиться уничтожение. Чтобы вы это все засняли и могли на своем YouTube-канале показать данное видео. Друзья, ну а вы вот сейчас это видите и знаете, что действительно так и будет. То есть все сети, которые есть, будут уничтожены. Уж я уж точно посмотрю, чтобы так оно и было. Вместе с начальником. Правильно? Обязательно, привет! Днестр, я тебя люблю! О, ребята! Это красиво! Вы поняли, да? Смотрите, какого красавца. Он выпускает. Правда? Да. Я просто засрался весь. Ну, ради такого дела. Это стоило того. Хотите обрезать? Зачем? Да не надо уже обрезать. Мы уже держим. Там, блин, достань. О-о-о-о-О-о-о, о-о-о-о-о-о-о-о-о. О-о-о-о-о-о-о-о. О, друзья, смотрите на эту водорачапля. какой зовут я извиняюсь вы не представились рыбоохранный патруль одесский макарец век михайлович а как так а что неужели не хватает на жизнь вот что надо рвать рыбу тендер чами ну а что вы делаете